МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте, дорогие телезрители! Все, кто смотрит нашу передачу Тайна русского слова. Сегодня, как и всегда, мы начнем с того, что прочитаем то самое стихотворение, которым завершилось, если помните, предыдущая передача. К слову, хочу сказать, что очень обрадовали ответы ваши те, кто угадали правильно авторы этого стихотворения. Действительно, это замечательный советский поэт, участник Великой Отечественной войны Борис Луцкий. Давайте еще раз помним эти замечательные строки. «Моя профессия, поэзия, измена родине немыслима. Язык не поезд, как ни пробуй, с него не спрыгнешь на ходу. Родившийся под знаком Пушкина в иную не поверит истину, со всеми дохлебает Хлебова, разделит радость и беду. И я не только достижениями и восхищен, и поражен, склонениями и спряжениями склонен, а также сопряжен. И я не только рубежами их расширением прельщен, но с суффиксами, падежами и префиксами восхищен. Отечественная история и широка, и глубока как приращением территории, так и прельщением языка». Какая звукопись, да? Вы это услышали, есть такое понятие «звукопись». Очень богатая. Вот такое необычное стихотворение. И названо «Русский язык». Спасибо. Еще раз спасибо. Мы прибегнем к поэзии, как это водится у нас в конце нашей передачи. Но сегодняшнее наше обращение к поэзии будет необычным. А связано это с тем, дорогие телезрители, что мы сегодня впервые в нашей передаче прочитаем стихи ваши. Это стихи наших зрителей. Дело в том, что сейчас я хочу вам показать почтовый конверт. Но дело не в том, что он очень большой. Я хочу задать самому себе и вам вопрос такой. Скажите, пожалуйста, а почтовый конверт, может ли он быть произведением искусства? И сам же отвечу, что да. Таковое может быть произведением искусства, если он пришел к нам на телеканал, радость моя, от Суратова, вот такая фамилия редкая, от Суратова Николая Сергеевича, который проживает в городе Бакситогорске, Ленинградской области, на улице Школьной. И вот хочу показать вам этот портрет. Я наших дорогих операторов попрошу взять поближе. Это стоит того, потому что давным-давно я не держал в руках вот такого произведения каллиграфии. Потому что то, как написаны слова нашего языка на этом конверте, это называется каллиграфия. Это древнее, на самом деле, очень древнее искусство, которое сегодня, я считал, что это искусство каллиграфии сегодня уже кануло в лету. А нет, пришло вот такое удивительное письмо от нашего телезрителя. Более того, то, что было вложено в конверт, на самом деле поразило не менее, чем вот его такой красивый графический вид. Дело в том, что наш телезритель Николай Сергеевич ещё и увлекается поэзией. Причём очень серьёзно. Здесь содержится несколько сонетов. Причём он пишет венки сонетов. Вот я хочу напомнить, это удивительно. Тоже редко встречаешь сегодня форму такого стихосложения. Там, значит, в течение, в семи стихотворениях, значит, в конце берётся каждая строчка от стихотворения, они складываются в эту магистраль. И в конце прописано всё, что так. К сожалению, эфирное время не позволяет прочесть весь сонет целиком. Но сегодня, когда мы будем заканчивать, завершать нашу эту программу, обязательно прочтём. Просто хочу добавить, что этот конверт у нас на телеканале, он ходит из рук в руки. Действительно, люди берут, благоговейно так рассматривают, и все передают поклон и благодарность. Я хочу только напомнить, что действительно, когда-то это искусство, особенно тогда, если когда, скоро мы говорим о языке и книге, действительно высоко ценилось во всех странах, и в том числе у нас в России. Давайте вспомним с вами роман Фёдора Михайловича Достоевского «Идиот», где главный герой, князь Лев Николаевич Мышкин, вы помните, когда он попадает в дом к своей дальней родне, к Япончиным, и ему предлагают написать что-то от руки. И он, помните, он пишет вот эту фразу удивительную, что игумен Пафнути руку предложил, и все девятся красотой этого каллиграфического письма. И даже хозяин дома говорит, да, так это ж карьера. Помните, он говорит, так это ж карьера. Так что земной поклон очень порадовали, очень порадовали, и мы вернёмся, мы вернёмся к вашему стихотворению в конце передачи. Очень интересное письмо, все ваши письма интересны, каждая по-своему, но она замечательна тем, да, конверт у него скромнее, не каждый день и не каждый год получаешь такие конверты, которые к нам пришло из Бакситогорска, но вот когда мы его разрезали, то ахнули, в буквальном смысле слова. Потому что наряду вот со словами хорошими, я их обязательно прочту, в конверт вложен сборник стихотворения, а сейчас я тоже вот поверну к вам лицом и попрошу наших операторов взять покрупнее. Сборник – это название нашего телевизионного канала. «Радость моя», да, который нам прислал наш зритель из города Торжка, если кто-то не знает, это небольшой, очень древний, очень древний город в Тверской области. Я позволю себе прочитать просто несколько строк из этого письма. «Здравствуйте, уважаемый вас и дач», пишет он наш Николай Богомолов. «Из вашей молодой, спасибо, и доброй передачи с каждым разом открывает для себя что-то новое. Например, слово «радость», а помните, мы говорили о слове «радость», является божественным и сакральным? Да, нельзя с этим не согласиться. Именно так, поэтому на каком-то интуитивном уровне, и я дал название этой своей книге, еще не зная о существовании телеканала «Радость моя». Да, вот такой замечательный сборник стеков. И в следующей нашей передаче, дорогой Николай, обязательно мы или начнем, или завершим нашу передачу вашим стекотворением. Они мне очень понравились, это правда. И надеюсь, они также понравятся нашим телезрителям, потому что то время, которое мы провели с вами совместно, оно свидетельствует о том, что среди наших телезрителей очень много, очень много настоящих ценителей и знатоков, любителей хорошей, настоящей русской поэзии. Дело в том, что, конечно, мы уже говорили, если помните, в наших предыдущих бизитах о слове «радость», я понимаю, что на каком-то этапе к нашей передаче присоединяйте люди, возможно, ни с первой, ни со второй, ни с третьей передачи, что тоже само по себе нормально. Потому что ширится, растет слава нашего телеканала. Я много езжу по России и являюсь тому свидетелем. Многие узнают о канале, а узнав, действительно, очень радуются. Очень радуются. И поэтому я, хоть об этом мы и говорили, но я все-таки зачитаю то, что написал Николай Богомолов о слове «радость». Вот он пишет, слово это имеет магическую силу и поэтому ведет по жизни и составляет суть творчества. Я бы, честно говоря, воздержался бы по поводу слова «магическое», но оно сакрально абсолютно, об этом мы говорили в нашей передаче. И еще стык букв «с» и «т», наверное, не случайно несет какой-то заряд. Во всяком случае, меня всегда тянет рифмовать слова, где есть вот эти буквы. Далее Николай отвечает, дают свою версию слова «начальник». Помните, не так давно мы говорили об этом слове? Он пишет, что, как мне кажется, оно происходит от слова «начало». Оно дает начало человеческим отношениям и прежде всего производственным. В нашей сложной жизни иерархия необходима, да? Нельзя с этим не согласиться. И, может быть, поэтому некоторые люди приходят в этот мир, чтобы в каких-то сферах человеческой деятельности быть подчиненными, а некоторые, чтобы быть начальниками. Спасибо вам, Николай. Я сейчас скоренько прокомментирую ваше письмо. Дело в том, что слове «радость»… Я просто напомню повторение «Мать учения». И, возможно, впервые кто-то услышит, что очень может быть, что сегодня какие-то люди впервые присоединились к нашему каналу. Я их поздравляю с этим событием в их жизни. В слове «радость» действительно вот сакральная частица этого слова – та самая буква «Т», в которой есть графическое изображение, графический символ Голговского креста. И поэтому, когда мы говорим о слове «радость», конечно, мы всегда упоминаем ещё слово «страдание», которое вот этим неразрывно и связано. А именно тем, что у них наличествует вот этот общий корень, буква «Т», да, буква «может быть» корнем. И вот эта буква «Т» графическая, оно их, собственно, и связывает. Потому что для того, чтобы получить радость, надо, конечно, пострадать. И всегда у нас перед глазами, всегда у нас перед глазами, в памяти нашей всегда вот этот немеркнущий образ Голговского креста и Господа, который распялся на нём ради всех нас, каждого человека. И для того, чтобы мы получили вот эту замечательную радость о Его чудесном, божественном воскресении, он должен был понести вот эти страшные муки, вот эти страдания. Что касается слова «начальник», мы об этом говорили. Вы на правильном пути, только вы не договорили буквально одно слово. Дело в том, что, видимо, это связано с тем, что вы не слушали эту передачу, не смотрели её. Дело в том, что исконно в русском языке слово «начальник» возникло, как не только человек, стоящий во главе какого-то дела, в чём вы абсолютно правы, да? Но «начальник» это был именно человек, который стоял во главе войска. Да. И вы тогда, помните, когда говорили, рассуждали о слове «начальник», вспоминали удивительных, замечательных русских военачальников. Это и святой князь Дмитрий Донской, и Александр Невский. И даже мы, вот давайте вспомним, мы говорили о градоначальнике города Москвы, у нас был такой замечательный градоначальник, великий князь Сергий Александрович, который погиб от рук террориста во время взрыва бомбы страшной, которая метнул в него вот этот террорист Каляев. Так что спасибо вам большое, и мы с вами не прощаемся. Повторяю, что в следующей передаче обязательно прозвучит стихотворение из вашего сборника, который так созвучен названием нашего телеканала «Радость моя». Низкий вам поклон. Помимо вот такой почты, которая традиционной, сегодня, кстати, это такая редкость, вы нас порадовали ещё потому, что не просто, как часто нам приходят ваши отзывы по электронной почте. Мы тоже несказанно рады, но сегодня такая редкость, чтобы кто-то кому-то написал письмо, и это тот самый эпистолярный жанр, который, как мы думали, отошёл в прошлое. Нет, наши телезрители подтверждают обратное. И так как сегодняшнюю передачу мы начали необычно, с ваших писем, хотелось бы ознакомить вас и с теми отзывами о нашей передаче, которые приходят по электронной почте и выкладываются на сайте нашего телеканала. Заходите, там действительно очень много интересного вы найдёте для себя. Вот я зачитаю, значит, пишет нам Ирина. Иногда люди называются просто именами своими. Здравствуйте, уважаемый Василий Давыдович, спасибо вас, Господи. Это прекрасная передача, познавательная, очень интересная и добрая. А в слове «счастье» слышится сейчас, то есть настоящий момент. Ждём с нетерпением ваших передач. В самом деле, спасибо и вам на добром слове, Ирина. Действительно, в слове «сейчас» у вас абсолютный русский слух, милостью Божией, действительно, слово «счастье» – это то, что сейчас есть. Именно, помните, мы говорили о том, почему, рассуждали о том, почему в стенах русского православного храма никогда, ни разу слышите, я повторяю для тех, кто, возможно, забыл об этом, может, не слышал ни разу, не был зрителем той нашей программы, в стенах русского православного храма ни разу не произносится слово «счастье». Именно потому, что это то, что сейчас есть, конечно. А храм Божий – это дом вечности. И там не гоже говорить о том, что мимолетно, сиюминутно, тленно. Да, вот последний из этой темы «счастье». Значит, пишет «Здравствуйте, Василия Дача, очень интересно слушать вас. Решили поразмышлять». Значит, видимо, коллективно смотрят, всей семьёй, это очень радует. Решили вот поразмышлять с семьёй по поводу слова «счастье». Раскладывается оно как с счастью, как с частью. Больше, пожалуй, нечего сказать. А насчёт того, почему счастье не встречается в церковных молитвах, а встречается только слово «радость», так это может потому, что счастье – минутное явление, а радость – вечное. Ну, счастье может быть, допустим, и неминутным, оно может быть продлённым несколько во времени, но в основном в главном. В главном вы, конечно, правы. Писем очень много. Если я буду читать все письма, то это, пожалуй, займёт всю нашу вот эту передачу, а это будет, наверное, несправедливо. К теме её. Поэтому я временно сам себя прерываю и возвращаюсь к тому, чему были посвящены последние две предыдущие беседы. Вы помните, да, мы приступили к такой очень интересной теме и начали её развивать, причём начали развивать, опираясь на авторитет священного писания, Ветхого Завета, а потом и Нового Завета, мы говорили о тайне человеческого имени. Помните, говорили о том, что в советское время возникло это очень нехорошее, хотел было сказать не очень хорошее, а сам себя на ходу и поправил. Очень нехорошая традиция называть русских людей абсолютно какими-то вымышленными, нерусскими именами. У нас на улице даже, и, кстати, эта традиция была не только у русских, а вообще это советская традиция, да, увы и ах, была такая традиция. У нас на улице жили два брата, которых звали, одного звали комиссар, а другого звали Маркс. Да, вот так, Маркс и комиссар. Причём оба из них отличались тем, что были жуткого совершенно поведения, если честно, они не вылазили из тюрем, и, в общем, были хулиганами, хулиганами, занимались и разбоями, и грабежами. Вот такая вот, такие были братья. Я помню, как наши взрослые, и дед мой сокрушались, говорили, какой позор, у них такие имена, понимаешь, Маркс и комиссар, а они вот, посмотри, какой образ жизни ведут. Я тоже тогда думал, да, действительно, такие имена они позорят, вот такие-то. А сегодня я уже вот с высоты своего возраста, да, с тем опытом, который у меня есть, я понимаю совершенно отчётливо, что люди, которые носили такие имена и вели такое образование, ничего, на самом деле, удивительного в этом нет. И для этого достаточно ознакомиться с той 70-летней, очень непростой, историей нашего государства, когда у нас были безбожные власти. Вот. И тогда, слава Богу, сегодня эта традиция нехорошая, она преодолевается, она не укоренилась милостью Божией. И мне вот стало интересно, а вот интересно, как сегодня, как сегодня, какими именами чаще всего сегодня в России называют детей. Я нашёл, я нашёл эту информацию. Вот как свидетельствует статистика, самыми популярными именами в Москве сегодня, вот вы можете это проверить по своим городам, я посмотрел вот выборку по Москве. Итак, самые популярные имена в Москве сегодня это Настя, Анастасия, Машенька, вот Мария, и Дарья, Дашенька. Ну что ж, это замечательные имена. Вот. Правда, правда. Дело в том, что находятся москвичи, жители нашего города, которые предпочитают своих детей называть и необычными именами. Оказалось, что за весь 2007 год в Москве родилась только одна девочка, которую назвали вот этим именем – Ассоль. Кстати, вот хочу задать вам вопрос. Подскажите, пожалуйста, откуда это имя? Вот. А за первые три месяца следующего года уже трёх малышек назвали этим именем. Видимо, кому-то это понравилось. Но самые популярные имена сегодня в России, а не только в Москве, это Анастасия, Мария, Дарья, Инна, Полина, Екатерина, Ксения, Виктория, Елизавета и Софья. Вот есть такое слово – рейтинг, да, самых популярных имён. Это что касается женских имён. Ну вот сейчас, что касается мальчиков. В Москве вот жители Первопрестольных предпочитают называть своих сыновей вот такими именами – Александр, Иван, Максим, действительно очень модно сегодня, Артём, церковная форма полная Артемии, да, у этого имени, Михаил, Никита, Даниил, Егор, Димитрий и Алексей. Вот просто хочу сказать, может, кто-то и знает, если кто-то нет, просто к вашему сведению. Дело в том, что слово «имя Егор» по сути – это имя, такая форма, одна из форм имени Георгий. Да, потому что все Егорки, все наши Юрки, вот Юрочки, вот мальчики, они в крещении, они все у нас Георгий. Это вот такая древняя форма Егор имени Георгий. По сути, об этом имени идёт речь. Вы знаете, я этому несказанно рад. Я этому несказанно рад, потому что у всех имён, которые я вам перечислил, и женских, и мужских, у всех этих имён, у их носителей, есть небесные предстатели. Вместе с тем, вместе с тем, я хочу сказать, что некоторые русские люди выбирают с некоторых пор, это стало модным, это входит в моду. Я только молю Богу, чтобы эта мода не стала бы очень такой уж. Похоже, она останется всё-таки локальной, такой модой, милости Божьей. Дело в том, что они называют своих детей двойными именами. Такими как, зарегистрированы такие имена, есть уже Анна Мария, Анна Елизавета, Мария Елизавета. Дело в том, что, может, кому-то это кажется, что это очень красиво, двойное имя, но просто хочется сказать, что это не русская традиция, и не православная традиция. Я, помните, я вам рассказывал, что я много лет преподавал русский язык, как иностранным же студентам из разных стран мира. Вот я помню, когда у нас были студенты из стран Латинской Америки, из Кубы, у них, да, действительно, у них есть вот эта традиция. Из некоторых стран Европы есть традиция, когда имя человека складывается из нескольких имен. Там имя матери, имя отца, да, такое. Ну, это такая трагиция. Мы же говорим о тайне русского слова. Нас интересует все, что происходит в русском языке и в такой таинственной области, как имя человека. А это совсем немаловажно. Вот кто-то, может быть, впервые, который слушает, человек, который впервые, возможно, смотрит нашу передачу, он скажет, а в принципе, какая, может быть, разница? Нет, разница все-таки огромная. Вот мы говорили в предыдущих передачах и ссылались, если помните, на труды отца Павла Флоренского, соответственно, Лосева, замечательного русского философа, который написал книгу «Философия имени». Представляете, как здорово? Павел Флоренский, отец священного мученика, он вообще написал целую книгу, которая так и называется «Имена», и мы ее цитировали в наших предыдущих передачах. Если у экрана есть ребята такие помоложе, которые читали книгу, или у которых на книжной полке стоит книга, да, «Приключения капитана Врунгеля», помните фразу из этой книги, да? Да, та самая фраза. «Как вы судно назовете, так оно и поплывет». Совершенно верно. Поэтому имя человека – это очень важный момент. Даже давайте вспомним повторение матьучения, слова Павла Флоренского о том, что тема личности, слышите? Тема личности задается именем, да, именем человека. А дальнейшее уже развитие личности происходит, как он пишет, по законам гармонии и контрапункта. Вот так. Но задается все-таки тема личности именем. Так вот, мне стало интересно, кто еще говорит об имени, вот о тайне этой. И представляете, я нашел очень интересный фрагмент. Этот фрагмент из одного из писем любимого нашего всеми святого преподобного Амвросия Оптинского. Послушайте внимательно. Это одно предложение, но очень емкое. Преподобный Амвросий Оптинский пишет в одном из писем. «По замечанию некоторых в самой фамилии людей выражается иногда благоприятное или неблагоприятное свойство». Таким образом, совсем не безразлично должно быть нам и вам, дорогие телезрители, особенно тем, кто, возможно, готовится стать отцом, матерью, как будет назван будущий ребенок. Мы уже как-то говорили в предыдущих передачах. Когда-то у нас на Руси существовала замечательная традиция, добрая, когда рождался ребенок, никаких баталий, особенно вокруг имени, как назвать, не устраивалось, а просто заглядывали святцы. Надеюсь, так же будете поступать и вы. Ну и в завершение передачи, как было обещано, я прочитаю стихотворение. Одно из стихотворений, которое прислал нам в этом замечательном, красивом конверте Суратов Николай Сергеевич. Эпиграфом к этому стихотворению являются строки из Георгия Иванова «И Лермонтов один выходит на дорогу с серебряными шпорами звеня». Итак, стихотворение. «Какая слух волнующая фраза, звон шпор, блеск месяца, хотя его и нет, в известном выхожу, сияние палет, среди вершин уснувшего Кавказа. Ущелье даль с мерцанием хризопраза звезд трепетных неизъяснимый свет, а где-то впереди дуэльный пистолет, спокойно наведенный в сердцевину глаза. Цепь поколений и одно мгновение дается гению, чтоб радость открывал. И вот поэт выходит на дорогу. Пусть демонам вокруг витает наваждение, и горбится, таясь пустынный перевал, душа его светла и чутко внемлет Богу». Спасибо вам большое, Николай Сергеевич, за это стихотворение, а вам за внимание и любовь. Я прощаюсь с вами до нашей следующей передачи. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова 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 А.Егорова